Продолжаем выпуск. Жительница Павлодара Гульсайра Жунусова надеется, что 2015 год будет лучше прошлого. Минувшим летом ее 25-летняя дочь попала в американскую тюрьму, а власти США отобрали маленького внука. Женщина неоднократно просила помощи у дипломатов, однако в МИДе республики отказались выручать ее семью. Где сейчас ее дочь и что требуется для хэппи-энда этой истории, узнавал Илья Рыбин. Гульсайра Жунусова на днях вернулась из трехмесячной поездки в США. Правда, ездила женщина не за американской мечтой, а за тем, чтобы спасти от тюрьмы родную дочь, а 10-месячного внука от сиротской доли. 25-летнюю Асию Кашенову освободили, но малыша Тамерлана матери не вернули. Им позволено видеться раз в две недели и всего на несколько часов. Арест был незаконным. 10 декабря был суд, где доказано было, что арест был незаконный. Если бы этого ареста не было, то моя дочь жила бы с ребенком и никакой биологический отец на него не претендовал бы. Два года назад Асия Кашенова неудачно вышла замуж за американца. Супруг оказался не слишком сдержанным и, по словам матери девушки, частенько поднимал на нее руку. Асия сбежала от него и пряталась по приютам. За это время ее виза истекла. Летом этого года Асию арестовали, а ребенка передали отцу. Пожалуйста, люди, помогите. Верните, помогите вернуть мне моего внука Тамерлана. Почти пять месяцев Асия провела в тюрьме. Гульсайра Жунусова неоднократно обращалась в Министерство иностранных дел республики. Однако в помощи казахстанские дипломаты отказали. Зато откликнулись новоиспеченные американцы, бывшие соотечественники, проживавшие в США. Они собрали несколько тысяч долларов на гонорар адвокату. Который доказал, что Асию арестовали незаконно. Однако в этой американской истории до хэппи-энда еще далеко. 28 января Асия Кашеновой еще раз предстоит пройти через жернова американской Фемиды. Семейный суд решит судьбу маленького Тамерлана. Но родные девушки понимают, что шансов практически нет. Ведь для того, чтобы претендовать на воспитание ребенка, ей как минимум необходимо иметь жилье и счет в банке. Только на услуги адвоката необходимо более 10 тысяч долларов. Так что Гуисара Женусова и ее дочь Асия Кушенова пишут письма в администрацию президента Казахстана и в Белый дом президенту Обами с просьбой отдать им ребенка. Пожалуйста, помогите моей дочери. Она гражданин Казахстана. Ребенок очень хороший. Он тоже гражданин Казахстана. Пожалуйста, помогите. Илья Рыбин, Марат Тимуров, информбюро Павлодарская область.